В Екатеринбурге, на Вознесенской горке, в Царском зале, в Культурно-Просветительском центре на Царской улице, в экранном варианте прошел Ольгин бал. Участница 7-го симфонического форума России, композитор с Белгородщины Елена Латыш-Бирюкова представила на суд зрителей видеоверсию одноименного спектакля. Елена Юрьевна в соавторстве с супругом Николаем Бирюковым написала музыку к Ольгиному балу и рассказала о собравшемся в зале горожанам, о том, как ее земляки на Белгородщине чтут память венценосных страстотерпцев, земной путь которых трагически оборвался в подвале Ипатьевского дома в 18-м году прошлого века. В 100-летнюю годовщину расстрела царской семьи в селе Богословка на Белгородщине, в бывшей усадьбе Раевских на открытом пленэре, был поставлен спектакль по пьесе Виктора Овчинникова, белгородского историка, академика и краеведа «Последний рыцарь России», после которого были зажжены поминальные свечи. Были зажжены 300 свечей. Это был акт поминовения, преклонения перед царской семьей. По словам уральской гости, она еще студенткой Гнесинки. В начале 90-х приезжала в Екатеринбург и до сих пор помнит чувства, которые испытала, побывав на уральской Голгофе. И вот прогуливаясь вечером, зима, снег, я увидела большой деревянный крест и на снегу живые цветы. Я спросила у горожан, скажите, пожалуйста, что же это за место святое? Мне сказали, здесь будет возведен храм. Вы знаете, мне это настолько запомнилось, что мое сердце затрепетало.